Дом на Софьяна-10 был построен в 1955 году. Семья Дерягиных живет здесь уже 27 лет. За это время, по их словам, дом ни разу капитально не ремонтировался. Да и косметический ремонт подъезда в жильцы проводили за свой счет. Последние 9 лет в квартире Дерягиных на первом этаже начали проваливаться полы. Обращения в управляющую компанию остались без ответа. Вот, пожалуйста, проходите. Вот. Это мыши ходят пешком. Вот. Видите, что делается. По всем сторонам. Вот отсюда начинается, и все пошло туда. Оно поднимает, оно даже не держится, никакие шурупы не держат, его выдавливает. Каждый год приходится подтесывать двери комнат, подкладывать новые подставки под ванну и в конце концов кутаться в теплые одежды. Зимой в квартире очень холодно, жалуются жильцы. А ведь здесь живет семья из шести человек, в том числе полуторагодовалый ребенок. У нас стало холодно в квартире. У нас по полу не пройдешь, это надо все застилать. Холодная квартира. Раньше, когда мы заселились в эту квартиру, было вообще жара невозможная. Провалившиеся полы – проблема не только квартиры Дерягиных, а всего первого этажа старой деревяшки. Жильцы надеются на капитальный ремонт дома по региональной программе, но срок его проведения звучат неутешительно и в чем-то даже смешно. Дома-то есть, которые помоложе. Каменные дома будут делать, а наши нет. Все идет в упадок. Ремонта не сделать. Хотела межкомнатные двери сделать. Но как их делать-то, если все ходуном ходит? Все уходит, я не знаю, как делать. Жильцы на Софьяна-10 оказались в весьма непростой ситуации. Управляющей компании у них нет. Та перестала оказывать услуги по содержанию домов. А найти новую УК проблематично. Их старый дом никто не желает брать на обслуживание. Надеяться на капремонт по региональной программе в ближайшее время тоже не стоит. Как посоветовали жильцам этого дома, чтобы в области пересмотрели сроки капитального ремонта, необходимо написать коллективное письмо в администрацию города. И только после этого просьба будет направлена в область. Продолжение следует...